В ней ожидается 735 миллиметров ртутного столба, будет давление, ветер южный 4 метра в секунду и влажность 78%. А вот завтра уже будет до плюс одного и обещают снег. Встречайте! В красном углу студии Спорт-ФМ Александр Малыкин! В синем углу Денис Николаев! Лучшее шоу современности! Конфликт интересов! Файт! Всем еще раз привет от Конфликт интересов на Спорт-ФМ и вот он долгожданный момент! Кого только у нас в студии не было, а настоящих хоккеистов еще в программе Конфликт интересов не было. И сейчас, так как мы подводим итоги очередного раунда нашей акции «Завтрак с чемпионом», позвольте вам всем представить Алексея Терещенко у нас в студии! Эй! Здравствуйте! Подводи меня, что ты! Я не хочу... Во-первых, это очень большой хоккеист, это трехкратный чемпион мира. Я знаю, я умею. Это надо всем знать. Я просто пойду. И с Алексеем мы сегодня мало того, что подведем итоги, так еще и поговорим о итоги нашего «Завтрака с чемпионом», молодец! Так еще и поговорим о хоккее. Наконец-то можно будет потерзать настоящего хоккеиста. Да, и сразу объявим, что можно звонить и задавать вопросы Алексею 495-276-0932, 495-276-1932. Только соберитесь и очень четко сформулировано, чтобы мы успели по максимуму обойтись. Да, также пишите нам на 5533 слово «Спорт» начали сообщение. И не забывайте про группу ВКонтакте под группу «Конфликт интересов». Там тоже можно задавать свои вопросы Алексею Терещенко. Да, и вот сразу начались, Алексей, естественно, всех волнует болельщиков уже, ну, когда анонсы пошли и прочее, все сразу стали спрашивать по поводу травмы, то, что вы получили. Как движется выздоровление и скоро ли мы вас увидим на льду? Уже все, все нормально, уже тренируюсь полноценно с командой, сыграли товарищескую игру в субботу, поэтому все, полная боевая готовность. Ах, я только хотел приписать нам чудесное выздоровление, а Алексей уже приехал к нам уже здоровым, это радует. Так, значит, все, про травму можете больше не задавать. Вопросы, дорогие друзья? Тогда у тебя был вопрос. Да, я сейчас буду... Давай. Я любого нашего гостя терзаю каверзными вопросами, и я предлагаю с Алексеем поговорить о Евротуре. Действительно, просто сейчас, особенно в последнее время, учитывая то, что изменился тренерский штаб, генеральный менеджер поменялся, и в этом году как-то начали активно уделять внимание Евротуру, паузы, не паузы, нужны, не нужны. Но есть два лагеря среди болельщиков. Первые говорят о том, что действительно этот турнир нужен, а другие говорят, что зачем, давайте как в НХЛ играть больше игр в чемпионате, в континентальной хоккейной линии. Вы как считаете, как важнее, как нужнее? Сложный вопрос и тяжелый вопрос, да. Можно и сказать, что Евротур нужен, и можно сказать, что он не нужен. Наверное, он нужен, потому что все-таки это национальная сборная, у нас не НХЛ, у нас совсем другие интересы. Поэтому я думаю, что Евротур нужен и просмотреть игроков, и понять, кто на что способен, наверное, в более быстрых и тяжелых условиях. Ну а вот, допустим, опять же, НХЛовцы постоянно, ну если брать канадцев, да, они в последних Олимпийских играх постоянно берут золото. У них абсолютно другая система. Они говорят о том, что вот мы будем играть у себя в НХЛ, нам как бы не очень интересно сборная, мы приедем на Олимпиаду, вот соберем игроков всех лучших, и там посмотрим. У нас же несколько другой подход, мы смотрим через товарищеские игры, все-таки Евротур это товарищеский характер имеет. Он меня утомил, вот эту фразу пытаться втянуть, это официальная игра. Ну понятно, что все товарищеские, они официальные, просто там нет принципиального такого соперничества. Можно выиграть кубок Первого канала, а шведские игры можно и там шведам проиграть, допустим, и так постараться. Но это условно, условно, я не говорю, что так происходит, просто условно. Я просто к тому, что мы постоянно пытаемся как-то найти какой-то подход, как нам выиграть Олимпиаду, потому что эта высота нам еще не покорялась. Может быть, у хоккеистов есть какой-то взгляд, что нужно поменять. Может быть, может и менять ничего не надо, этот подход рано или поздно даст плоды. Вы знаете, это очень такой тяжелый вопрос, если брать вообще в целом подготовки. Я думаю, что абсолютно нормальная подготовка, она правильная. У каждого тренера своя подготовка и у каждого руководителя свое видение развития. Сборная и, в принципе, хоккея в целом, главное, чтобы была команда. Была команда, которая именно все вместе, дружно, а именно одно целое, которое как ядро. Знаете, оно летит и в разные стороны не разлетается, а именно ударяется туда, куда это надо. Поэтому только в коллективе и в сплоченности ребят это принесет плоды, как и любая другая победа. Какие бы имена ни были, только команда может играть. Я в этом убежден. Это, кстати, лишний раз подтверждает мои тезисы наших с тобой споров о том, что это просто разница менталитетов. Для нас, для тех, кто вот в России и на Востоке живет принцип коллективизма, все-таки чуть больше, чем тот индивидуализм, который практикуется в НХЛ. Поэтому нам бессмысленно пытаться копировать полностью НХЛ. Нам все равно надо свои вещи. Я просто смотрю на результат. Ну, погоди, придет результат. Пока нам это не дает. Я опять же, я возвращаюсь. Я слишком много стал в эфире, у нас звонок есть. Я Алексея просто так не отпущу сегодня. Я тебя понимаю, после эфира пригласишь его отдельно, чай в нашу кухню попьешь. А у нас есть звонок. Григорий дозвонился. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте, господа спорщики. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Григорий Борисович, хоккейный клуб «Динамо». Алексей, у вас два вопросика. Первый вопросик. Вы не в курсе, как обстоят дела? Вчера информация прошла, что Александр Еременко получил травму и Денис Кокарев. Известно вам что-нибудь? И насколько вы были ребята? И второй вопросик. Как вам работают с Харрисом Виталинчем? Какие новшества в тренировках? Что вы отметите в его конспектах? Удачного эфира. И вам, Алексей, удачи. Спасибо. По поводу ребят, Денис, повреждение небольшое. Я думаю, что он где-то пропустит около недели. А Саша сегодня обследуется. Поэтому пока информации, честно, я не знаю. Но надеюсь, что у него все будет нормально. И он скоро будет в строю и будет помогать «Динамо» выигрывать. А по поводу Харриса Виталинченса? Вы знаете, интересная работа. И у него чуть другие взгляды, с кем я работал. Подход и на земле, и на льду. Поэтому интересно работается. Мы спортсмены, мы профессионалы. Мы должны воспринимать ту работу, нравится, но нам не нравится. И делать ее на все 100%, чтобы это давало результат для команды. Я просто напомню, про Григорий задал такой вопрос, потому что в «Динамо» я просто напоминаю слушателям, что поменялся тренер в этом году. Олег Зарук ушел в сборную, и Харрис Виталинчен начал тренировать «Динамо». А Алексей Терещенко, который у нас сегодня в гостях, перешел как раз только в этом сезоне. То есть вы из нарка не застали, получается, в «Динамо». А что говорят ваши однокомандники, коллеги? Как? Вот они не жалуются или вообще ничего не поменялось? Ну, в плане тренировочного процесса ничего не изменилось. Просто складывается впечатление, что Харрис, он более мягкий по сравнению с Олегом Заруком. Ну, он все-таки европейец, наверное, менталитет все равно есть, но он не мягкий, он лояльный. Можно так сказать, да, бывает жесткий, очень жесткий, бывает, шутливый. То есть, а может пошутить, потому что чаще всего вот этот тренерский процесс хоккейный, он очень скрыт от глаз болельщиков. Никто не приходит, не снимает, не слышно шуток от тренерского штаба в основном. Складывается впечатление у обычных болельщиков, которые там могут там раз 10 посмотреть игры КХЛ за весь сезон, что, ну, они все жесткие, они прям все бородатые такие мужики. Они столько раз их в бортик впечатывали, что они так без юмора. А вот смотришь футбол, там Божевич тоже пошутить может, Слуцкий тоже вроде как весельчак. Скажите, вот шутки есть какие-то? Конечно, шуток. Смех продлевает жизнь. Везде шутим и друг на другом смеемся, пытаемся какие-то шутки там делать. Это ведет такой рабочий и интересный процесс, поверьте. То есть это такая хорошая, такая раскрепощенная атмосфера? Никто вас там не гоняет? Рабочая, рабочая, хорошая, раскрепощенная атмосфера. Да, конечно, сейчас они тебе придут и расскажут тут все. Их там запирают, мучают, пытают. Выпускай, сходишь на радио Спорт.ФМ, скажешь, что все у нас нормально. Не, а там вот ты смеешься, а на самом деле после фильма Легенда 17 все думают, что тренеры изверги. Все вот начинают вот эти вот издеваться над хоккеистом. Кстати, по поводу тренеров на портале 5533 в начале Слова Спорта. Во-первых, Дима передает привет из Можайска. Я так понимаю, это родной город, да, для вас, Алексей? Да, можно так сказать. Про Можайска, что значит так сказать? Рядом где-то было? Вырос, нет, вырос там. Ну, родной, значит, практически. И вот спрашивает Макс, видимо, болельщик хоккейного клуба «Атлант», как вы начали играть в секции, на пруду или как вы, со скольких лет? Короче, как и где с самого начала требует все и досконально. С четырех лет на стадионе «Наука» меня папа поставил на коньки. Это в районе водного стадиона «Войковская». Стадион «Наука» есть такой, сейчас он, да. И вот с тех пор я поставил на коньки папу. Папа поставил сына на коньки и сам ушел в магазин. Ну, и все, с тех пор Алексей вернулся, а хоккеист уже, сын уже трехкратный чемпион мира. Нет, папа был спортивным, поверьте, и так поставил, и обучал так. Ну, потом уже в шесть лет, почти в семь, меня привели в «Динамо» к моему первому тренеру, Алексею Николаевичу Филиппову, который начал меня расти, и Сашу с Игорем, и Медовича Дилова, и Еременко, которому довел нас до... До того, в общем, чем все сейчас и как бы является. Мы сейчас прервемся на новости, сразу после этого продолжим общаться с Алексеем Терещенко. Оставайтесь с нами на «Спорт.ФМ». Конфликт интересов. Будний антистресс на «Спорт.ФМ». Одного часа ему уже мало. Он требует больше. Сегодня с пяти вечера. Два часа Александра Бубнова в эфире. Это «Сто процентов футбола» на «Спорт.ФМ». Реклама на «Спорт.ФМ». С 28 декабря по 11 января. Команда «КамАЗ-Мастер» на ралли «Африка». Рейс 2015. 6 тысяч километров. Трасса полной опасностей. В нас в гостях Алексей Терещенко, хоккеист московского «Динамо». Трехкратный чемпион мира. И самое главное, человек, с которым вы можете позавтракать. Для этого надо будет просто дождаться итогов нашего розыгрыша. Но это будет позже. А пока продолжим принимать ваши вопросы по телефону 495-276-0932 и 495-276-1932. А также на смс-портале 5533 в начале «Слово спорт». И там вот сразу вопросы из республики Татарстан. Алексей, скучаете показания? Честно, воспоминания, конечно, приятные. И это для меня, можно сказать, один из родных городов. Я там провел достаточно большое количество времени. И для меня там все стало родным. Ну, сколько получается с перерывом на Салават Юлаев? Что-то порядка 7 лет, да? Да, это серьезный, кстати, срок. Я по поводу болельщиков хотел спросить. Естественно, что для болельщиков, допустим, противостояние Салават Юлаев-Акбарс достаточно принципиальное. А вы так поиграли и в одной, и в другой команде. На вас это как сказывалось? Может быть, гудели после перехода из Акбарса в Салават одни? Или потом другие гудели? Честно, я на это внимание обращал. Ну, я надеюсь, что я доставлял болельщикам удовольствие своей игрой и в Уфе, и в Акбарсе. И я с пониманием отношусь, да, даже когда гудят. Я абсолютно понимаю, да, для всех мил не будешь. Ну, то есть вы ощущали какое-то давление периодически, да? Ну, бывало, бывало, да. Это нормально, это правильно. А вопрос такой, у нас постоянно, когда мы разговариваем о КХЛ с Малыхиным в эфире, и слушатели наши поддерживают нас всегда. Мы вечно спорим, все же, какой дивизион круче. Не дивизион, а конференция. Да, запад или восток, вы как человек, который поиграли и на западе, и на востоке, и там, и там становились чемпионом России, но все-таки кто круче? Вот именно сама конференция по силе. Ну, сейчас, сейчас. Ну, вот, на данный момент, да, то есть не конкретно какие-то клубы отдельные, да, то есть с наличностью не будем переходить, а именно просто вот по общему подбору в целом. С кем, с какими командами тяжелее играть? С западными или с восточными? Да, с каждой командой играть тяжело, и что играя в Акбарсе, что играя в Эфир, что играя сейчас в Динамо, и до этого играя в Динамо, всегда это, это очень большие раздражители, да, это, ну, наверное, можно, если не побоюсь слова, эталон, до талона, да, хоккея, нашего российского хоккея, поэтому все против этих команд хотят выходить и обыграть. Вот сейчас, допустим, играя в Динамо, я понимаю, что все хотят обыграть Динамо и хотят показать, да, что они сильнее, и поэтому играть достаточно очень тяжело. Ну, это, наверное, такие команды, которые там внизу. Да, я думаю, все. Без разницы, поверьте, все, все команды, и тем более, если есть дерби, вот Динамо, ЦСКА, посмотрите, какая игра была. Да, мясорубка. Да, на самом деле, это, ну, это, на самом деле, это битва, и это мужское хоккей, и это классно. И болельщики приходят, смотрите, полный дворец. Супер. У нас звонок есть от болельщики, я думаю, Андрей на связи. Андрей, здравствуйте. Андрей, слушаем вас. Алексей, вот объясните такой феномен великого и гражданского войны грецкие. Так, вот такой короткий вопрос. Вы можете объяснить феномен войны грецкие? Великий игрок. Таких, наверное, единицы. Но это вот как? Это вот получается, надо родиться с таким талантом и его развивать? Или все-таки ты вот пришел, гол как сокол, даже не знаешь, как клюшку держать, даже не знаешь, она нужна правого ухвата или левого тебе, и вот постепенно-постепенно можно дорасти до такого уровня? Ну, конечно, талант, талант, он должен быть, да, но все равно, я думаю, что все идет через работу, это чувство шайбы, чувство партнера, чувство гола, поэтому это все в совокупности. Поверьте, это большая работа и большой труд. Ну вот, объяснили феномен. Так, из Тверской области, я, например, Илья Максимов в группе ВКонтакте «Спорт.ФМ» подразделка интересов передает привет тоже Алексею Ствери. И помнит ли он о этапе карьеры в нашей команде «12 игр, 7 очков». Я так понимаю, что это про ТХК? ТХК, да, это, если память не изменяет, по-моему, 97-98 год. То есть вы тогда еще юниором были? В «Динамо-2» играл, да, в «Динамо-2», и как раз меня отправляли играть по высшей лиге в ТХК Твери, да. Ну, а как вот это, вот играть юниором? Ты вроде как и «Динамовец», и тут тебя отправляют играть не в «Динамовскую» такую команду, непонятно куда. Ну, и со стороны такого молодого хоккеиста, который, естественно, хочет большего постоянно, уже играть в первом звене. Есть амбиции, которые тебе хочется воплотить в жизни, и ты стараешься и стремиться добиться того результата, который ты перед собой ставишь. И потихонечку, шаг за шагом, ты идешь к этой цели, ну, я думаю, что Тверь оставила только положительный отпечаток в моей карьере и дала определенный импульс для моего развития дальше. А вот если возвращаться опять-таки к реальным континентальной хоккейной лиги, опять же, проводя параллели между НХЛ и континентальной хоккейной лигой, в одной лиге, в американской, нет лимита. У нас он есть. Вот вы как считаете, лимит, он нужен для развития молодых игроков? Либо все-таки отмена лимита, это будет больше конкуренции, соответственно, будут отцепляться ребята, которые менее талантливые, и, может быть, они меньше им хоккей нужен и их интересует? Очень тяжелый вопрос. И здесь, и в той стороне правда есть, где лимит, кто говорит, не нужен. И правда есть, кто говорит, что лимит нужен. Поэтому здесь сложно говорить. Но я с того, что все равно молодым игрокам нужно давать шанс, может быть, конечно, не в таком формате, чтобы молодых искусственно вовлекать, но именно того, чтобы их большая возможность была. Шанс проявить. Да. Потому что все равно, смотря какой игрок, смотря какой будет европеец, или североамериканец, с какого уровня он будет нам приезжать. Я имею в виду сам игрок, именно класс игрока. Вот, здесь тяжелый, тяжелый вопрос. Ну, палка в двух концах. Совершенно верно. И здесь, если он будет приезжать, извините, из фармклуба или из другой ниши лиги, ну, смысл, лучше, чтобы играл молодой игрок. Ну, свой. Да тут просто проблема в том, что если бы у нас была серьезная школа, прям вертикаль вообще подготовки спортсменов, что в футболе, что в хоккей, проблем бы не было бы. Отменили бы лимиты, действительно, уже пробивались бы лучше. Просто предложение было бы настолько большое молодых игроков для клубов, что нет-нет, оттуда бы какие-то алмазы бы наверх и выталкивались, и не было проблем. Кстати, вот похожий вопрос. По поводу алмазов. По поводу алмазов, да, я хотел спросить. Вот из Томской области вопрос. Алексей, мы занимаемся возрождением хоккея в Томске, пишет нам кто-то, не подписавшийся, между прочим, на портале. Он тайно занимается возрождением. Это подпольное движение, хоккей в Томске запрещен. У них студенческий клуб «Буревестник» 1976, видимо, под партийную ячейку маскируется. И мы играем в первенство Сибирского федерального округа. Не могли бы вы приехать к нам и дать мастер-класс? Это отдельный, и я сразу вопрос из этого. А планы дальше, после завершения карьеры, ну, когда-нибудь этот момент настанет, в тренеры или куда-нибудь собираетесь вообще вот? Ну, и, может быть, проедете с гастролями по стране мастер-классы будете давать? Ну, я, наверное, не шоу-бизнес, чтобы по гастролям ездить. Честно, пока не задумывался, да? Сейчас все мысли связаны с хоккеем, связаны с «Динамо», поэтому нужно двигаться вперед, нужно добиваться того, что ты перед собой поставил, какие цели, поэтому только пока хоккей, а там жизнь подскажет, что, куда и как. А вот по поводу мастер-класса, вот приехали бы в Томск как-нибудь в перерыве? В перерыве между... Ну, вот у нас будет же еще одна пауза, допустим, на евро хоккей? Пауз больше нет. Больше не будет, да? Только единственная пауза была на российский этап, да. Ну, а после сезона по окончанию смогли приехать? Вы знаете, это тяжелый вопрос. Во-первых, это нужно как-то организовывать, это раз. И второе, конечно, есть свои болячки, которые нужно восстанавливать, нужно проходить уже восстановление, вот, но все возможно. Мы сейчас прервемся на новости, и после этого продолжим общаться с Алексеем Терещенко. Оставайтесь с нами на Спорт.ФМ. В этом декабре они сойдутся в битве город на город. И только один станет победителем. Битва городов Спорт.ФМ для тебя, для него, для нее, для всех. Фотографируй себя и логотип Спорт.ФМ и выкладывай в группу Спорт.ФМ ВКонтакте. Чем больше фотографий из одного города, тем больше шансов, что к тебе приедут Малыки и Николай. Битва городов на Спорт.ФМ. Расскажи, друзья. Реклама на Спорт.ФМ Все о спорте. Самое безобразное происшествие в истории баскетбола имело место в 2004 году, когда в пригороде Детройта встречались местные Пистонс и Индиана Пейсерс. Это была первая встреча соперников с той поры, когда они играли в финале конференции предыдущего сезона. Тогда Пистонс оказались сильнее и в итоге стали чемпионами. На этот же раз гости показали отличный баскетбол и к концу четвертой четверти ввели 15 очков. Прекрасно действовала командная защита во главе с Роном Артестом. Сам игрок, известный не только отменными оборонительными навыками, но и суровым нравом, на последней минуте что-то не поделил с форвардом хозяев Беном Уоллесом и двое принялись толкаться и угрожать друг другу. В итоге Уоллес повалил Артеста на комментаторский стол. Рон схватил микрофон и принялся что-то в него кричать. Конечно, звукооператоры отключили его от динамиков, но зрители на трибунах и так услышали все, что он хотел до них донести. Артесту в лицо прилетел стакан с газировкой, и баскетболист в бешенстве рванул на трибуны разбираться. К этому моменту стычки шли уже по всей площадке, но когда публика принялась колотить Артеста, игроки перестали драться и бросились на помощь товарищу. Болельщики кидали в гостей мусор и объедки. Какой-то солидный мужчина даже запустил на площадку складной стул. Остаток матча отменили, назвав текущий счет окончательным, и увели игроков Индианы в под трибунку под защитой полиции. Рон Артест, как зачинщик всего этого безобразия, был дисквалифицирован до конца сезона и не досчитался 4 миллионов долларов зарплаты. Несколькими годами позже, в приступе самоиронии, легендарный Грубиян сменил имя. Теперь его зовут Метта Уолт Пис. Мир во всей улице. 31 минуту на Ленинском проспекте от улицы Липунова до улицы Удальцова. 44 минуты на Вавилово от депо имени Апакова до проспекта 60-летия Октября. Но в целом в остальном везде как-то более-менее все едет. Видимо, все на корпоративах, что ли. Однажды эти два человека начали болеть за разные команды. И в этот же момент появилось новое шоу на Спорт.ФМ. Конфликт интересов. Уникальная программа для каждого. Это конфликт интересов. Малыхин и Николаев сегодня безумно позитивный, потому что в студии есть хоккеист, который, если что, может впечатать в борт любого из нас. Можно даже вместе взятых. Алексей Тереченко с нами сегодня в студии. Мы сегодня подведем итоги нашего завтрака с чемпионом. Это будет следующие 15 минут. А сейчас продолжаем задавать вопросы. Для этого есть телефоны. 495-276-093-2495-276-1932. СМС портал 5533 в начале слова «Спорт», а также «Безумная голова» Александра Малыхина. Да, и моя «Безумная голова» приготовила этот вопрос при помощи наших слушателей, которые в группе ВКонтакте «Спорт.ФМ» под группой «Конфликт интересов» атакуют прям вопросами. Первый вопрос от Матвея Рулькова пришел. Алексей, кто был для вас кумиром в детстве в хоккее? Наверное, такого прям кумира не было конкретного, но всегда импонировала игра Игоря Лареланова. Интеллигент на льду и в жизни. Тут не поспоришь. Чуть-чуть знаком, честно скажу, и очень приятно. Я горжусь тем, что я... Просто он реально, он уже крутой, да? Мы его... У нас он еще не был в эфире, но мне кажется, это просто один из величайших классов. Девочки сказали бы «няшка». «Няшка»? Ну, сейчас кто-нибудь напишет. Но он в девочках, он прям такой. Не скажешь, что хоккеист, когда не в форме. Вот вопрос тогда провокативный к вам. Гриш Молотков, мы его знаем как постоянного болельщика ЦСКА. Он спрашивает, а перешли бы в ЦСКА? Нет. Нет, чего? А это прям вот принципиально есть вот такая вот позиция вот игрока «Динамо», прям неприятный ЦСКА с протокотом и прочее? Нет, здесь чисто свои взгляды. Я вырос в «Динамо», меня воспитал «Динамо». И играя в Москве, я только буду играть в «Динамо». Больше нигде. А, то есть именно в Москве. Это московское. Просто если бы ЦСКА был не московским, то вполне может быть. Но это уже к вопросу перевоза команд в другие города. Поверьте, тяжело играть, когда тебя вырастило, воспитало, дало дорогу в жизнь, в большой спорт, тот клуб, я имею в виду «Динамо», и переходить... В главного конкурента надо? Даже не в то, что в главного конкурента, а просто в другой клуб, в Москве. Ну, в общем, проще уехать, если что, опять на восток куда-нибудь. Совершенно верно. А вот вопрос тогда про «Динамо». Саша81, болельщик «Динамо» на портале 5533 в начале «Слово спорт» пишет так. «Какая задача поставлена на сезон, и верите, что по силам играть в финале Кубка Гагарина, видимо?» У нас только одна задача – победа и выиграть Кубок Гагарина. Поэтому все мысли и все силы направлены только туда. А вот такой бытовой «Динамовский» вопрос. С кем вы лучше всего общаетесь в команде? Вы знаете, очень дружная команда, атмосфера классная. Я не побоюсь этого слова, все вместе, все дружно. Но, конечно, больше с Сашей. С Сашей Ременко, мы с детства вместе, мы вместе с 7 лет. Мы воспитывали всего одного тренера. Для меня это новый коллектив, и он мне помогал. Сейчас, конечно, уже намного проще и, грубо говоря, спокойнее. Мне очень комфортно. Спасибо ребятам, что они меня приняли, так как они меня приняли. Я получаю удовольствие от того, что я нахожусь в родном клубе. А как обстоят дела с Николаем Жердевым? Потому что все всегда говорили, что вот он сейчас перейдет. Он же путешествовал по командам в лиге. Были проблемы дисциплинарные. И как решили это в «Динамо»? Или просто вот он пришел, понял, что в «Динамо» и все сказал. Дал себе за руки, я больше так не буду. Ну, я думаю, что и руководители наши, да, в лице Андрея Николаевича, и главного тренера сказали, что надо, что должно быть и как должно быть. Поэтому Николай профессионал, я думаю, что он будет все нормально у нас. Ну да, Алексей Терещенко мужик, он своих не сдает, так что ты прекрати тут вот этот подкахал. Нет, я искренне, абсолютно, нет, здесь нет никаких сдавать-не сдавать. Ну, на самом деле, Коля работает, работает хорошо. Мне кажется, ему просто надо, если действительно атмосфера в команде хорошая будет, то и у него все пойдет. Тут же самое главное, когда есть коллектив классный, там кого угодно подтянут, кого угодно вытащат, помогут и спасут. Я вначале сказал, что выиграет всегда команда. Так где-то что-то чуть не получается, уже начинает тяжело. Ну, тогда я вопрос из прошлого вам задам. Ваш же «Далл Старс» задрафтовал. Тяжелый вопрос, да. Да, ну, а я сегодня легких не задаю. Я думаю, я получу пару тумаков сегодня уже после эфира. Так вот. Не видишь, я тут галочки ставлю? Да, я слышу. На листочке. Слышу это черканье. Так вот, не было желания хоть когда-то в карьере, а поеду-ка я в тренировочный лагерь, попробую в «Даллосе» что-нибудь придумать. И второй вопрос вдогонку. Вот как вы относитесь к тому, что вот наши молодые ребята сейчас прям бредят с Северной Америкой, хотят туда уезжать и вот думают, не думают о том, как бы здесь остаться? Ну, была возможность, и, к сожалению, наверное, ну, к сожалению, это, наверное, не стоит. Случилось так, как случилось, и, да, хотелось попробовать, и, наверное, нужно было ехать пробовать. Это был 2001 год. К сожалению, там опоздал американское посолство за визы, и мне в визе отказали, сказали, сдайте там через неделю, придите, говорит, в следующий раз. И так получилось, что я не уехал в 2001 году, и у них потом случилась трагедия, там башню взорвали, да, там самолеты врезались. Вот, и получилось так, что остался здесь дома. Поэтому, ну, к сожалению, стоит, а с другой стороны не стоит. А по поводу молодых наших игроков сейчас что происходит? Ну, и еще раз к тому вопросу, что тяжело пробиться здесь, в российской нашей лиге, в КХЛ, да, поэтому начинают уезжать, начинают доказывать свою состоятельность в североамериканском хоккее. Ну, я сторонник этого, поверьте. И для всех тех, Сонь, которые проспали, у нас в эфире Алексей Терещенко, наш хоккеист московского «Динамо». Можете задавать свои вопросы по телефону 495-276-093-2, 495-276-1930, а также пользоваться смс-порталом 5533 в начале слова «спорт». А там, кстати, спросили еще вот из Тамбовской области, а кого вы считаете лучшим хоккеистом в мире? Правда, опять они не сказали, в каком временном пространстве. Ну, если взять из современности, наверное, это все-таки Игорь Ларионов, тот же Уэн Грецкий, Лемье, ну, наверное. И, конечно же, вот если сейчас брать изныночного уже, кто играет, это Паша Дацук. Ну, Павел, Павел гениален, конечно. Дацук, они, вот, мне кажется, его потом надо будет на одну полку вместе с Ларионовым стоять во всех залах славы, мне кажется, по интеллекту на поле. Ну, на самом деле, великие, великие игроки вызывают только восхищение. И пример для подражания как игрока и как человека. У нас стандартный вопрос, на самом деле, постоянно задают нам все слушатели. Кто бы к нам не приходил в завтрак чемпионов, всегда возникает вопрос о футболе. Вот Николай Кругловный у нас был в прошлый раз, он признал, что футбол не интересуется, интересуется хоккеем, болеет за Нижнегородская торпеда. А вы интересуетесь футболом? Болеете за кого-нибудь? Ну, поинтересуюсь, да. Очень серьезно интересуюсь и переживаю за наши клубы в Еврокубках, и слежу за нашим внутренним чемпионатом. Мне интересно, мне нравится. Ну, а так, чтобы вот сказать, что я вот фанат футбольного Динамо, то есть не фанат. Ну, не фанат, я... Есть знакомые ребята-футболисты, за кого ты переживаешь, и желаем только успеха. А не было у вас такого распутия, как у Златана Ибрагимовича, когда хоккей, футбол, там, бадминтон, каратэ, чем он только не занимался? Не было у вас такого? То есть вы четко знали, что в хоккей пойдет? Ну, меня, да, привели в хоккей почти 7 лет, я уже говорил, но как-то вот и все. Просто у того магазина, в который собирался папа Алексей Тереченко, был только хоккейный каток, поэтому шансов не было. А вот еще вам... Залитый на футбольном поле. Да, это уже неважно, непринадимально. Значит, Андрей из Москвы просто передает, Александр... Почему-то Александр настоящий мужик, но, видимо... Это про меня. А, это про тебя написали, безгранично уважаю. Вот, а Кирилл задает такой вопрос по существу, тоже из Москвы. На ваш взгляд, есть ли отличия в катании или технике воспитанников московских хоккейных клубов? Ну, наверное, школ, скорее всего. Да, наверное, нет, это уже чисто индивидуально. У каждого спортсмена, у каждого хоккеиста свое катание, своя техника. Поэтому нет, здесь уже как ты это воспринимаешь, как ты ноги ставишь, это уже зависит, наверное, от человека. А вот продолжение этого вопроса. А есть ли какая-то фишечка у ребят, которые там закончили Челябинскую школу хоккея, московскую школу, питерскую школу? То есть есть у них какие-то отличительные черты, когда вот смотришь, он катается на льду или шайбу принимает, а, так он из Челябинска. Нет, такого, я еще раз повторю, нет, у каждого игрока свое видение, свое катание, видение хоккея, владение клюшкой. Это чисто индивидуально, поверьте. Вопрос как раз на концовку 15 минутку. На Мальдивах будете отдыхать в одежде символика Динамо или дома в кругу семьи на Новый год? Дома хожу в шортах и футболках. Ну нет, вопрос был отдыхать, где будете? Дома встречаете Новый год? А, Новый год, да, конечно, семьей четвером. Я, жена и двое детишек. Ну это достойно. Мы сейчас прервемся на новости. Еще раз напоминаю, Алексей Терещенко у нас в гостях. Продолжайте сыпать своими вопросами на смс-портал 5533 в начале «Слово спорта». И уже будем выбирать, да? Да, после новостей выберем трех счастливчиков, которые отправятся завтракать. Подождите. До начала матча есть время. Есть время, чтобы поспорить с Малыхиным и Николаевым. Кто же выиграет этот матч, решать тебе. С трех до пяти дня на Спорт.ФМ. Олимпийский день рождения на Спорт.ФМ. Приветствую всех слушателей Спорт.ФМ. В эфире Олимпийский день рождения. Вспоминаем, поздравляем, гордимся. Сегодня, 22 декабря 1935 года, родился советский спортсмен, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле Анатолий Сасс. В 1968 году в двойке парной с Александром Тимошининым на дистанции 2000 метров выиграл золотую медаль олимпийских. Просто в группе ВКонтакте Спорт.ФМ подразделил конфликт интересов, очень просили, причем так забавно сформулировано, расскажите про Лео Комарова. А Алексей Терещенко с Лео Комаровым не играл у нас. Но зато наверняка играл против него. Вот он как был, вот он действительно провокатор, прям может подъехать, что-нибудь сказать такое. Ну агрессивный игрок, агрессивный, наглый, по-спортивному наглый игрок, не боится, всегда идет в борьбу, может ударить и держит удар, поэтому... Но вот он как, он говорящий или просто вот бьющий постоянно? И говорящий, и бьющий, и говорящий, и бьющий, все вместе. Неприятные вещи, я просто знаю, что в НХЛ очень любят воспоминать различные истории про жен, проезжая мимо защитников, или нападающий мимо защитников проезжает, и рассказывает им что-нибудь. А вот поэтому я и не женюсь. Многие хоккеисты отвечают. Ну что, пришло время вытащить первого счастливчика. Значит, рассказываю, Алексей, у нас наши слушатели в течение месяца отправляли заявки на сайте sportfm.ru и отобрали самые интересные еще по историям. Такой некий был чейндж, чейндж нет, отбор. Челлендж. Челлендж, да, отбор, чейндж заговорился. В общем, вытаскивайте, номерочек читаете большой, я историю вкратце рассказываю, а в это время наш продюсер Юрий пытается дозвониться счастливчику. Итак, первый, кто у нас там номер? 41-958. 41-958. 41-958. У нас безымянные люди, просто чтобы получить имя, нужно еще и заслужить его. Корнев и точка Б прислал. Значит, и на самом деле удачно. Почему я отвечаю на вопрос, почему он должен отправиться на завтрак с вами? Болею за московское «Динамо» с 4-х лет, то есть уже 34 года. С тех пор, как с папой пришел на хоккей в дворец спорта в Лужниках. За дам болел дед. Играю в хоккей на любительском уровне левым защитником. Почему левым направо тяжелее назад ехать, видимо. Особенности всякие. В общем, таким образом, он достоин. Я прям вижу по описанию, я не буду все читать. Среди жалующихся пятилетний сын, который болеет за «Динамо». Почему-то, когда видит по телевизору «СКА», говорит о мясных изделиях. Вот такие подробности о своей семье. Я надеюсь, только о стейке. Корнев и точка «Б», который Иван, его зовут, и он у нас на связи. Иван, здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Да, мы вас поздравляем, вы выиграли завтрак с Алексеем Терещенко. Радуйтесь. Большое. Да, очень рад. Слабая какая-то у вас радость. Но вы просто не верите еще. Ну, я за рулем, за рулем. А, тогда сдержи не радуйтесь, и правда, что... Ну, так, можете задать вопрос, если хотите, или оставите все до завтрака тогда. Ну, я надеюсь, да, мы на завтраке пообщаемся, плодотворно. Вот, очень рад, что это завтрак с игроком «Динамо», а не «Спартака», к примеру. Спасибо. Поэтому большое вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Но игроки «Спартака» не становились пока чемпионами мира. Поздравляем вас, Иван. Почему? Разве никого не было еще? Ну, пока. Вот я вот не помню ни одного игрока. Сказать, сборной России, да, которые становились чемпионами мира. А этот как его? А этот кто? Погоди. Да, Илья Ковальчук. Но он не был игроком «Спартака», когда становился чемпионами мира. А, ну когда становился, ну тогда может быть. Ладно, итак, дальше второго тяните, Алексей. Итак, браво-банная дробь. Кто же? 41908. 41908, а? Мясникова. О, девушка. Валентина Викторовна. Значит, смотрите, что она написала. «С недавних пор увлеклась хоккеем. Безусловно, есть свои фавориты и команды, за которые болею. На Востоке это, конечно же, Акбарс. Так как всю жизнь жила в Казани Алексей, один из самых любимых нападающих, который долгое время играл именно за этот клуб. А тут такая возможность видеть не на экране, а вживую. Получить автограф, а пообщаться с чемпионом и просто хорошим человеком с большой буквы. Ну вот попробуй позвониться. Валентина Викторовна, мы вас поздравляем. Надеюсь, что вы сейчас возьмете трубку. Вот. Ну мы вас в любом случае, даже если у вас не получится как-то с нами связаться, в любом случае мы с вами свяжемся уже и расскажем, когда нужно прийти на завтрак с Алексеем Терещевым. Ну что, будем какие-нибудь еще вопросы задавать или сразу третьего определим? Давай сразу третьего, чтобы уже у всех отпустило. И все уже могли спокойно дышать и говорить о том, что вот, ну все, я выиграл завтрак с Алексеем Терещенко. Итак, опять же, барабанная дробь, все волнуются, кто же, кто же, кто же, кто же это. И номер? 41-7-7-6. 41-7-7-6. Слушай, знаешь, кто это? Кто это? Наша няша Кэт выиграла. О, девушка из Воронежа. Да, Тришина Екатерина, она постоянная слушница, постоянно выступает экспертом во всех хоккейных наших зарубах с Малыхиным. Она написала, Алексей, один из самых титулованных игроков в ХХЛ. Зная об этом, просто очень хочется попасть на такой завтрак. Будьте осторожнее. Будьте осторожнее, она за Айлендерс болеет, а у нас Валентин на связи. Валентина, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Мы поздравляем, вы выиграли завтрак с Алексеем Терещенко. Ой, так здорово, я так рада. Да, прям радость неподдельная. А в отличие от сурового мужчины, который был за рулем, и который достаточно сдержанно радовался, Валентин прям не скрывает своих эмоций. Валентина, вот правда, я надеюсь, что вы там будете себя держать в руках, потому что Алексей Терещенко достаточно симпатичный мужчина. Я замужем, если ты можешь не переживать. А, все, мы не волнуемся. А то вы знаете, как Алексей Немов волновался, когда мы его разыгрывали. Да, мы же там одни девчонки попали. Да, у него были одни девчонки. Нет, у вас здесь нормально получается. Две девушки, собственно, Алексей Терещенко и болельщик еще тоже Иван у нас. Так, Валентин, поздравляем вас. Вы все, отправитесь на завтрак с Алексеем. Да, с вами свяжутся, расскажут, когда, где будет это происходить и в какое время подъехать. Ну, пока там пытаемся, да, Кэт дозвониться. Что у нас на смс-портале? 5533 на чайле слова «спорт». Вопрос к Алексею. Кому первому вы позвонили после своего первого титула чемпиона мира по хоккею? Какие были слова? И можно ли их сейчас в их тире повторить? Ну, я, кстати, напомню, это была просто величайшая победа. Тогда мы канадцев, между прочим. Я хочу нецензурное слово подобрать, потому что мы... В 2008 году, как 4-2, когда проигрывали. Дома их обыграли. Так кому позвонили? Какие слова были? Домой, семье. У меня жена смотрела, папа смотрел. Правда, в разных местах. Но сначала домой же супруги, потом... Родителям. Поверьте, это незабываемые эмоции, незабываемые впечатления. Нет, ну та победа действительно была просто потрясающая. Отыграться с 4-2, 4-4 сделать, потом еще в овертайме пятый забить. Ковальчук, которого клевали весь чемпионат мира, забил. То есть, ну там... И сколько мы... Вы же проиграли домашний до этого чемпионат. Да, в Сарк-Петербурге только. Нет, нет, в Москве проиграли. В Московском. И мытищик, да. Вот, а тут мытища не Москва, потому и проиграли. А потом еще в Квейбеке в этом, в Канадске. Еще есть у нас еще один вопросик маленький. Болельщик Казанского Акбарсова Максим пишет. Во-первых, большое спасибо за игру в нашем клубе. Любимым помню. Во-вторых, хотел бы спросить ваши ощущения от разных спортивных баз. Казанская и Московская, где лучше? Спасибо. Какая база лучше? Это хорошее, это хорошее. Алексей, у нас к вам просьба еще, так как, пожелание нашим слушателям, болельщикам хоккея, футболу, вообще всем слушателям спорта ФМ. Ну, какие-нибудь вот Новый год все-таки накануне, что тут осталось? Сегодня чего? Девять дней, да, вроде. Да. Какое-нибудь пожелание такое? Ну, во-первых, с наступающим, Новым годом. Пожелать здоровья, счастья, благополучия. И, наверное, приходите на хоккей, болейте за свои любимые команды. И чем больше народу будет приходить на хоккей, больше будет популяризация хоккея, он будет становиться интересным. И нам приятно играть при полных трибунах. Да. И, наконец-то, мы станем олимпийскими чемпионами. Напоминаю, для всех у нас в гостях был Алексей Терещенко, хоккеист московского «Динамо», трехкратный чемпион мира. Если вы только сейчас подключились, то пропустили большую часть эфира, повтор уже скоро будет выложен в группе ВКонтакте «Спорт.ФМ». Поэтому с удовольствием можете насладиться. От себя хочу добавить, что я когда буду ходить на хоккейные «Динамо», на одного игрока «Миша», хоккейного «Динамо» будет, которого я буду ругать от души. Спасибо вам большое, Алексей. Рад были пообщаться сразу после нас. Встречайте 100% футбола с Александром Бубеновым и Нобелем Ростомяном. Гол или линия? Фол или «Да ничего не было». Пенальти или «Сам ты пенальти?» Великие аргументаторы. На «Спорт.ФМ». Конфликт интересов. Их ты точно узнаешь. Для тех, кто дает прозвище своему автомобилю. «Спорт.ФМ». Одного часа ему уже мало. Он требует больше. Сегодня с пяти вечера. Два часа Александра Бубнова в эфире. Это 100% футбола на «Спорт.ФМ». Реклама на «Спорт.ФМ». Второй чемпионат мира прошел в куда более основательных условиях, чем турнир 1930 года. Его было поручено провести Италии, где к этому моменту уже во многих городах имелись большие стадионы. Хозяева и победители первого чемпионата уругвайцы отказались ехать в Европу в отместку за то, что ведущие европейские сборные не захотели пересекать Атлантику четырьмя годами ранее. Так что этот мундиаль стал единственным, в котором действующие чемпионы мира участия не приняли. Тем не менее, размех мероприятия был беспрецедентным. Было запланировано участие в нем 32 команд со всего мира. К чемпионату было приковано внимание всего мира. За два года до этого американцы не стали проводить футбольный турнир на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. И становилось понятно, что именно мундиаль будет главным соревнованием планеты. Перед тем, как собраться в Италии, команды должны были сыграть отборочные матчи. И 16 победителям предстояло сразиться за медали в финальном турнире. В последний момент случилось несколько отказов. Таким образом, аргентинцы и бразильцы попали в Италию без отбора. Кстати, сами хозяева турнира рисковали не сыграть на домашнем чемпионате, поскольку и им предстояло пройти квалификацию. Но греки противопоставить им ничего не смогли. Матчи мундиали прошли в восьми итальянских городах. Причем формула была нетрадиционной. Весь турнир был проведен по нокаут-системе. Уже к четвертьфиналам в деле остались только европейские команды. А в финале итальянцы в дополнительное время за счет гола Анджелос Кьявио обыграли чехословаков и впервые стали чемпионами мира. Живи футболом! Чемпионами становятся не в тренажерных залах. Чемпиона рождает то, что у человека внутри. Желания, мечты, цели.